попробуй не заплакать добро пожаловать ребят что-то в последнее время я очень сильно сгрустнул на улице уже недели идет дождь очень грустно солнце солнце вообще не выходит говорят что на следующей неделе все будет хорошо я надеюсь остался последний неделя этого прекрасного лета вот немножко осталось но потом начнется ребят трудовые будни как говорится но надеюсь все будет нормально ладно чем мы раскисаем сегодня давайте взбодримся но я думаю это ненадолго потому что у нас сегодня ребят самые грустные видео этого мира так что ребят запасаемся платками с мистером левым попробуем сегодня держать себя в руках и так же ребят обязательно ставьте большущий политир их и я уверен что если вы прямо сейчас поставить лайк на следующей неделе у вас появится солнечный денек который поднимет вам настроение я в этом обязательно ставьте подписывайтесь на канал если вы тут впервые чтоб ничего не пропускать ну и погнали так ребят уже после этой музыки у меня пошли мурашки по коже я так полагаю это история про ёжика он так мило выглядит ребят не хочет ему уступать место и он остался один ведь ему нет друзей неуклюжий да вот его не любит из-за того как он есть с иголочками да вот такие ситуации ребят когда весь мир против тебя вот правда надеюсь что-то нормально произойдет дай ему подарочек сделали это так мило там ничего нет аааа теперь ты мягкий не можем тебя обнимать это очень мило ребят это безумно мило верьте в любовь верьте в рождество потрясающе это просто превосходно у меня прям мурашки пробрали правда это реально вызывает огромные эмоции жалко конечно ёжика даже если он такой неуклюжий в любом случае надо давать ещё один шанс всем и после этого возможно что-то может измениться так девочка бежит видимо со школы к своему папе хвастаться видимо своими оценками за свою учебу нет нет это видимо какая-то открытка а папе звонят с работы а она хотела с ним отпраздновать рождество за баба танцует но папа видимо не сможет с ним побыть он пытается его позвать к себе но не получается не судьба не судьба как говорится захлопнула дверь расстроилась да папа видимо вообще забыл о существовании своей дочери весь в работе она одна все-таки пришел пригласили его на концерт забавно она очень рада видеться у отца что здесь что здесь не понимала пазмите лицо вместе вот такая рекомендация нам да не нужно никогда забывать о своих родных и близких какая не была бы там работа тем самым мы их расстраиваем и немножко от них отдаляемся это очень грустно поэтому не стоит никогда так делать как мне кажется 10 вечера опять грустная музыка какой-то дяденька у нас отправляется на работу я так полагаю да начиная смена наверное сейчас новый год вот скоро до Рождества а он работает вот сочувствую вот всем людям которые не могут отпраздновать отпраздновать нормально в этот день какой то праздник из-за того что они находятся на службе своей военные полицейские охраны грустно очень грустно на самом деле вот представишь где он мечтает встретиться это единственные друзья с кем он может отпраздновать и хоть и не знаю может почему друзей нет с манекенами играет третий день цветочек даже замен шестой наября 3 декабря липы 3 2 и 5 до 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 Своих калевных войн, видимо, разбавить рабочие будни. Творческий креативный охранник попался. Да, я так понял, что пришел таким образом поднять искрения всех своих кальций, которые, возможно, будут закрыты на праздник. Но, конечно, это все по сказке. Это забывательно, чтобы сказать так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она вискивает какое-то видео Постараюсь перевести. Видимо, в моей комнате появилась какая-то мартышка, которая играется С разными вещами, мне это не понравилось, и я пыталась его прогнать. Он покинул мою комнату. Но если бы я знала, какие беды он испытывает, после того, как люди разрушают дом, где живет этот вот орангутанк или мартышка. То есть, эта мартышка осталась без дома, и поэтому я решил оставить его здесь. Спасибо, моих друзей. Мы теряем 25 орангутанков каждый день. Я так понимаю, это был фильм о спасении орангутанков, да, то, что нужно все-таки беречь природу. Да, очень грустные истории сегодня мы с вами посмотрели, но они имеют один плюс. Они с хорошим концом. Да, есть над чем порадоваться. Если вы не смотрели предыдущую часть, то рекомендую вам обязательно посмотреть. Больше всего понравилась, конечно, история вот с тем охранником и с ежиком. Вот, правда, очень трогательно на самом деле. Пишите в комментариях, какая вам история понравилась больше всего. Обязательно ставьте большущий палец вверх. Оцените это видео. И я уверен, что в скором времени наступит теплый денек. Также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. И также рассказывайте обязательно, друзья. А с вами был, как всегда, я, Рай. Желаю вам, ребят, всем успехов. Никогда не болейте. Берегите обязательно себя и своих близких. Никогда о них. Не забывайте. И увидимся уже в новых видео. Пока.